Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам. Сегодня у нас на очереди очередная недельная глава, которая называется Пинхас. Интересно, что эта недельная глава названа по имени человека, так же как и предыдущая. Только предыдущая глава названа в честь Балака, царя мавитянского человека глубоко отрицательного. Это же названо в честь Пинхаса, о котором мы сегодня и поговорим. Давайте прочитаем вместе с вами из книги чисел Бамидбар, начиная с 25 главы, из 10 стиха и дальше. Собственно по 29 главу включительно, это все недельная глава Пинхас. Все мы читать не будем, только первых два стиха. И сказал Господь Маше, Пинхас сын Резера, внук священника Аарона, отвратил мой гнев от сынов Израилева, ревнуя моей ревностью среди них. И я не истребил сынов Израилева в моей ревности. Поэтому скажи им, я заключу с Пинхасом мой союз мира. Для него и для его потомства это будет вечный союз священного служения, ибо он вступился за своего Бога и искупил вину сынов Израиля. Итак, давайте вспомним, как было дело. Для этого немножко отправимся в предыдущую недельную главу. Речь идет о том, что некий Зимри, это один из знатнейших князей Израилева, даже очень популярный и уважаемый человек в обществе, совершил грех. Он взял медьянскую принцессу по имени Козби, которая к тому же считалась еще и колдуней, и привел ее в свой шатер. Надо заметить, что Тара не передает нам детали этого события, но если мы посмотрим на то, как это описано в Талмуде, то там всплывает очень много интересных деталей. Я подчеркну, что к Талмуду я не отношусь как к равному к священному писанию, но считаю, что он позволяет нам увидеть какие-то элементы картины, которые, может быть, от нас скрыты. В тот момент, когда Зимри и Козби шли в шатер, Талмуд нам рассказывает, что Моисей растерянный плакал вместе с некоторыми старейшинами и представителями колена Левина возле скинии, вопиял к Богу. В Израиле был мор, умирало очень много людей, потому что Израиль ударился, выдало поклонство. И, видя это наказание, эту болезнь, Моисей не знал, что делать. И интересно, что такая деталь, что когда Зимри и Козби шли в шатер, Моисей пытался его остановить, мол, что ты делаешь? А Зимри ему сказал, а что такого, у тебя тоже жена медьянка. Я напомню для тех, кто не в курсе, что действительно Моисей, живя в Медьяне, женился там, и у него жена была медьянка. Это было еще в период до исхода из Египта. То есть, по сути, получается, что лидер народа, который должен был, по идее, разрулить всю эту ситуацию с наказанием Божьим, был беспомощен. Он сидел возле шатра, плакал, вопиял к Господу и не знал, что делать. И тогда произошло следующее. Пинхас, который, как мы с вами прочитали, был внуком Аарона, то есть он был первосвященником. Он взял копье, зашел в палатку, где были Зимри и Косби и одним ударом пронзил оба чрева, убив их обоих. Таким образом, он остановил мор в Израиле. И как я говорил в прошлый раз, когда мы изучали недельную главу Балак, видимо, его действие породило волну покаяний. Почему? Потому что мор действительно остановился, хотя на тот момент погибло около 24 тысяч израильтян. И вот смотрите, в каких словах Господь говорит о Пинхасе. Во-первых, Он говорит, я заключу с Пинхасом мой союз мира. В еврейском языке здесь стоит словосочетание брит-ашалом. Что это значит? Значит, смотрите, у меня есть урок, посвященный слову шалом. Называется он шалом, как имя Божье. И я сейчас не буду в него углубляться. Но смысл в том, что Бог даровал Пинхасу нечто, отчего, по мнению Бога, по его плану, Пинхасу было благословением. Некоторые раввины говорят, что результатом этого благословения послужил тот факт, что Пинхас не умирал. И, по сути, пророк Ильягу, они говорят, что это Пинхас, который, конечно, в счете был вознесен на небо. Я не согласен с такой точкой зрения. Но я думаю, что есть несколько объяснений тому, почему, что значит для Пинхаса вот этот брит-шалом. Одно из них я, как бы, наиболее близко мне, я вам расскажу. Дело в том, что я в свое время беседовал с многими людьми, которые совершали преступление, убийство. Результатом этих преступлений, как правило, даже если это убийство непреднамеренное, для человека, который его совершил, он терпит ущерб, он мучается в совести своей. Все время прокручиваются в голове эти события. И, на мой взгляд, брит-шалом, шалом, который, по сути, является и покоем, и исполнением, это прежде всего тот факт, что Пинхаса не мучило то действие, которое он совершил. Хотя в данном случае это, конечно же, не убийство, это казнь. И Священное Писание нам не раскрывает это. Но в Талмуде говорится о том, что многие старейшины поднимали вопрос о том, что нужно разобраться, потому что Пинхас это сделал без суда. И только вмешательство, личное, так сказать, вмешательство Бога, его обращение к Маше предотвратило суд над Пинхасом. Это один момент. Второй момент, о котором я хочу обратить ваше внимание, он заключает с ним вечный союз, опять здесь слово стоит, брит, священного служения. Пинхас был первосвященником. По сути, ему Бог обещает, что и в дальнейшем его потомки будут нести это служение в храме. И, насколько нам известно из Священного Писания, из исторических источников, пока храм стоял, это обетование исполнялось. Теперь, что произошло дальше, Священное Писание нам не раскрывает. Но из текста мы понимаем, что это действие Пинхаса отвратило гнев Божий от народа израильского. И это очень важно. Бог говорит про Пинхаса, он моею ревностью возревновал. Будучи первосвященником, будучи человеком, который входил в святая святых, Пинхас, безусловно, чувствовал на себе ответственность за духовное состояние народа. По сути, на тот момент он не видел другого выхода, он не понимал, что он может сделать. Он видел растерянность Моисея и других лидеров Израиля вместе с ним. Он понимал, что грех в народе такой сильный, что убивает людей одним за другим. Что он мог сделать? Бог защитил его от возможных последствий этого деяния, я имею ввиду негативных последствий. Но это не значит, что каждый раз в дальнейшем Бог будет поступать именно так же. Как вы знаете, дальше мы видим с вами на страницах нашей недельной главы, что Бог повелел воевать с медьянами. Медьяне были побеждены, так же, как и другие народы, которые вставали на пути народа израильского. Израиль приближается к своей главной точке. Мы говорили, что он направляется в землю обетованную. Здесь повторяются некоторые обетования и заповеди по поводу храмовой жертвы. Мы об этом видим, когда и что нужно проносить, приносить. Здесь же мы находим снова перечисление основных божьих праздников, библейских праздников, как их можно назвать. И в конце мы видим историю в нашей недельной главе о том, как Бог сообщает Моисею, что Моисей, очередной раз сообщает Моисею, что Моисей не войдет в царствие Божие, не войдет. Здесь мы видим в нашей недельной главе, как очередной раз Бог говорит Моисею, что Моисей не войдет в землю обетованную и происходит, можно сказать, постановление, поставление еще об инон Иисуса Навина на руководство землей обетованной, народом Израиля в земле обетованной. Вот такая недельная глава у нас на сегодня. Да благословит вас всех Господь. Шаббат шалом.